Итак, два года назад, на момент, когда Путин принял решение, чтобы валютные резервы контролировали самороз с финагентством, эти резервы были 550 миллиардов только по линии ЦБ. Дальше, в соответствии с Конституцией, Центральный банк часть этих денег потратил на поддержку курса рубля. В Конституции сказано, что поддержка курса рубля – основная задача Центрального банка. Цитирую. Цена, сколько он потратил, любой наш зритель может посмотреть на сайте Центрального банка. 28 миллиардов долларов из 550. Следите за руками. То есть, было 550 на функцию, которая единственная конституционная функция ЦБ потрачена на ее реализацию, 28 миллиардов из этих 550. Дальше, следующая цифра. В результате странных манипуляций, непредусмотренных Конституции, валютное репо, всякие придумки, может они хорошие, но они не должны отменять главную суть работы Центрального банка. То есть, потрачено еще валютных резервов на общую сумму 400 миллиардов долларов. И под контролем ЦБ осталось где-то 150, плюс потом добавилось 25. 175 миллиардов долларов. Должно остаться было 372. А осталось 150. Понимаете, да? То есть, потрачено из валютных резервов 400 миллиардов. Из них по делу 28. Следовательно, 372 потрачено неконституционным образом. То есть, ты можешь потратить, я не там ЦБ написал красивые сказки, куда он их потратил, но это значение не имеет. Тебе дали эти деньги для курса рубля, а не для чего-то. Не для репо. Репо это косвенная поддержка, как они говорят. А зачем тебе косвенная поддержка? Просто трать, да и все. На валютных рынках. Потому что с курса рубля к доллару, это просто предложение покупка на рынке. У тебя рублей всего в стране 16 триллионов, значит больше, чем 16 триллионов тебя на рынок предъявить не смогут. Никогда. Правильно? Ты же их напечатал. Только 16 триллионов. А репо это что такое? Это методы косвенного финансирования банков. А, то есть, деньги банков. Понятно. Да, зачем-то. Но это как бы твои проблемы с банками. По закону о Центральном банке и о Конституции, ты просто тупо должен был потратить на бирже, для поддержания курса рубля, деньги из этих 550 миллиардов. Понятно. А он слил все. А он 372 слил. То есть, он слил 28 правильно и 372 не целевым образом. Не так, как это прописано в Конституции. Мог ли, допустим, Центральный банк удержать курс рубля за счет чистой биржи? 100% мог. Но, может быть, не 28 бы потратил. Эти тоже немножко повлияли на курс, там, репо и прочее. Но не 28, а потратил бы, допустим, 50. Понимаете, 50 это вообще много. Это где-то порядка 20% всей рублевой денежной массы страны. Естественно, столько бы на биржу просто не принесли физически. И что результат? 400 миллиардов потеряли валютных резервов. Давайте мы опять посчитаем, сколько потерял каждый гражданин России. Я полностью согласен с Оксаной Дмитриевым со словами аферы тысячелетия. Полностью. Только она в этой афере на стороне аферистов. Понимаете, да? То есть, она осуществляла заранее подготовку, изъятие из российской собственности 400 миллиардов долларов. То есть, она входит в банду Соединенных Штатов Америки по грабежу России. Просто лично входит она. Давайте посчитаем, насколько Оксана Дмитриева с сотоварищами из американского посольства ограбили каждого гражданин России. Итак, 400 миллиардов долларов. На делим... Ну, у нас сознательных граждан в России сколько? 150 количества граждан, включая младенцев. Ну, скажем так, сознательных где-то около... Работающих около 50, сознательных около 100, да? Ну, давайте 100 посчитаем. Давайте 100. Приблизительно с каждого, каждого грохнуло на 4 тысячи долларов. Умножаем 4 тысячи долларов на рубли. 4 тысячи. Умножаем на 65, правильно? Получаем 260 тысяч рублей. Так что, уважаемые наши зрители, увидите Оксану Дмитриеву, повередайте ей привет. Она вас лично грохнула на 260 тысяч рублей. Афера тысячелетия. Афера тысячелетия.